И так, доброе время суток всем. Сегодня у нас, сегодня и у нас и тут город Кемерово 10 февраля 2022 года и опять кардиоцентр. А опять потому, что погода вроде интересная, хорошая, но кардиоцентр потому, что речь пойдет опять-таки о коронавирусе. Эх, чтобы его в тему кардиоцентра. Погода кажется хорошей, но это на камере. На самом деле 10 февраля наконец-то пошли, или как это сказать, морозы. Интересный момент. Практически всю зиму до 30 не было. Вот последние дни и сегодня по области 36, мороза, мороза, в Кемерове было 25 сегодня утром на градуснике. Комфорт как 28. И морозенько. Хотя еще вот сколько дня, 2-3 наверное назад, да, прям с крыши на солнце капало. Чуть-чуть, конечно, капельки, но подтаивало и даже немножко капало. То есть уже как бы солнышко греет. И вот такой вот, собственно, интересный момент про температуру. Потому вообще-то и видео будет такое сравнительно короткое, потому что руки-то мерзнут, дубеют. Телефон держать, да и морда лица, что называется, замерзает. Ветер северный, обдувает, краснеет. И прям замерзает, говорит, трудно. Ну так вот. Погода, говорю, температура, как показывают, там 22-25 градусов, а комфорт как 28-30. Раньше вот такого не было понятия, какой-то комфорт. Это последние вот, не знаю, годы, десятилетия, может, сколько ввели. Раньше, вот помните же, было в советские времена, ну да, старый я такой, да и попозже. В школу не ходили, было там, грубо говоря, 30 градусов или 28, все, в школу не ходили. И все, никаких таких понятий комфорта или чего не было. А сейчас какие-то комфорты ввели. Ну, с одной стороны, это правильно, потому что вроде вот на гражнике, особенно на солнце, сейчас градусов что-то 20-то всего-навсего. И вот здесь вот ветра нету, что, кстати, хорошо. Но вот здесь вот, в лесочке, вот, или вот там, на солнышке, или вот сюда, в лесочек зайдешь, у-у-у, совсем большая разница получается по погоде. Хотя и красиво, зимний лес, как там, зима и чего-то, день чудесный, забыл склероз. Ну, не важно, красиво. Но, однако же, вернемся к теме коронавирусов. Интересные у нас новости. Да, и не у нас, все, наверное, уже знают. Но, буквально, вот сколько, прошлое видео, когда я снимал-то, буквально сколько дней назад, говорил, что перевалило у нас за тысячу заболевших коронавирусом в сутки. Добавилось тысяча, то есть не общее количество или чего, а за день добавилось. Ну, и что? Сейчас вот за две тысячи сегодня перевалило. Две тысячи одиннадцать официально сегодня. Но понятно, что это только официально. Две тысячи одиннадцать? Ну, сколько дней-то прошло? Интересно, дерево упало. Не замечал, затулилась. Вот, а на самом-то деле цифры-то раз, ну, по нашим оценкам, раз в пять минимум больше. То есть, таким образом, вот, две тысячи, это было по всей России. Летом, да, были такие цифры, минимальные по России. А сейчас Кузбасс переплюнул рекорд России. Бывший, правда, конечно. Вот, если брать по экспертным, скажем так, к оценкам на пять хотя бы, минимум на пять умножить, почему, сейчас потом расскажу, то это получается у нас тысяч десять в Кузбассе заболевших. Ну, а десять, это уже в России рекорды такие раньше было, били по России. Помните, было десять тысяч, казалось, о, по России, ничего себе, все по домам сидят. А сейчас в России вон под двести сегодня заболело. Ну, в смысле, за вчера. Сейчас еще обед. Ах, руки мерзнут, перехвачу. По двести заболело и, 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 и. А вот про их давайте поподробнее. Какие у нас новости в Кузбассе? В Кузбассе у нас вчера отменили QR-коды. Это очень прикольно. С одной стороны, конечно, да, толку от них всегда говорили, что зачем вводить все, но ввели же. А теперь коронавирус растет, все, их отменяют. Ну, с одной стороны правильно, но с другой стороны как-то нелогично. Вот. Аргументируется, обосновывается это тем, что пошел который омикрон, да и вообще, кстати, противоречивые данные все в этом самом интернете пишут, публикуют журналисты, неофициальные же, наверное, врачи. Одни говорят, что да, омикрон там будет последним, все, на нем там все, на спад пойдет, вообще выродится он типа в этот самый, типа гриппа. Другие говорят, не, нифига, он будет наоборот еще серьезнее, сложнее там, чем сейчас будет вторая дельта. В общем, сколько врачей, не врачей, а сколько журналистов берут мнений у, типа, компетентных людей, столько и мнений. То есть упрощенно все равно никто ничего не знает. Ну, а по статистике, если смотреть, то Всемирная организация здравоохранения ВОЗ, которая опубликовала, что вроде бы немножко снижается темпы роста заболеваемости, темпы роста, а не сама заболеваемость коронавирусом. Но, с другой стороны, по их данным, смертность-то увеличивается. То есть написали, что на 7% увеличилась смертность за прошедшую неделю. Ничего себе. Причем, если заболеваемость снизилась, темпы смертности увеличилась, нифига себе легкий омикрон. Это как это, так это. А и среди них, среди стран, среди этой смертности Россия, то ли на втором, то ли на третьем месте, сейчас не помню, врать не буду, но официально в интернете наткнулся. Да какой наткнулся? Мэйру первую новость. Вчера мне сообщила. А то, что говорят сейчас... А, и еще новость. То есть у нас, как бы, официально-неофициально, то есть сверху поступило распоряжение, что если человек или болел коронавирусом, или тем более поставил прививку, то у него не брать мазок на коронавирус. Ну, естественно, это все на бумаге нигде не написано, но всем такое распоряжение устно поступило. Хотя никто не может подтвердить такое документально. Вот, аргументируя тем, что якобы тот, кто вот того, заболеть заново не может. Ну, это как-то смешно звучит, потому что живой пример товарищ Жириновский 8 превью, говорят, поставил, вчера писали, и заболел коронавирусом 75% поражения легких. Нефиг, гасе. Ну, а наши пытаются как-то... Что-то какая-то ерунда непонятная. Ну, и поэтому сейчас большинство не беря прививок, большинству, а болеет много, я говорю, минимум в 5 раз как бы занижены цифры, ставят диагноз, там, УРЗ или там максимум грипп. Ну, так, товарищи, какой нафиг грипп при температуре, вот, ну, минус 25, а то и 30 градусов. Ну, это для тех, кто, как бы, хоть раз болел, понимает, что эпидемия гриппа в такие минус 25-30, ну, не бывает. Чё смеяться-то, как бы, лапшу вешать. Она бывает при, там, нуле градусов, это да. А УРЗ тоже так не протекает. Поэтому, ну, какой грипп, ну, чё тут смешно. А вот, когда потеплеет, и ещё и грипп на это наслоится, у-у-у, будет вообще классно. Ну, в любом случае, вроде как, течение серьезности, скажем, заболевания вот этого нового микрома, всё-таки он вроде в целом, как, в среднем статистическом, не знаю, как сказать, протекает всё-таки тфу-тфу-тфу полегче, чем дельта. А у некоторых и даже вообще легко. Ну, это слава богу. Вот, ладно, можно про это поводу много чего говорить, но я, главное, оптимистично сниму, что у нас вот, а, как бы, на камере-то хорошо, а руки, потому что задубили, поэтому и уже язык не ворочивается от холода. Но красиво. Даже несмотря на мороз, люди, как и я, тоже немножко гуляют, но холодно. Всё, всем спасибо за внимание. Всего доброго и здоровья!